Здравствуйте, меня зовут Дарья и вы смотрите видеодайджест о проекте Skyway в домашнем формате. Смотрите сегодня в выпуске. Сотрудники конструкторского бюро ШАСИ рассказали о новой подвеске для Юнибуса на 25 человек. Вышло видео о том, какие материалы используют для внутренней и внешней отделки транспорта Skyway. Инженеры конструкторского бюро Компоновка рассказали о том, какую роль играет их подразделение в разработке Skyway. Остановимся на этих событиях более подробно. Субтитры создавал DimaTorzok Ее обеспечивает специальная конструкция рессор, которая позволяет добиться плавности хода, как у автомобилей бизнес-класса. Также новая подвеска способна удерживать уровень пола в транспортном средстве на постоянной высоте. Так посадка и высадка из Юнибуса станет еще комфортнее, а транспортом в Skyway смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Кроме этого, Александр Грибов рассказал, что новая подвеска уже установлена на ходовой части будущего Юнибуса на 25 мест. После завершения сборки ходовую часть доставят на испытания в Эко-технопарк. Полное видео о новой подвеске по ссылке в описании. В новом видео глава конструкторского бюро Кузова Евгений Жичко рассказал, какие материалы используют для внутренней и внешней отделки струнного транспорта. По словам Евгения, в транспорте Skyway используют материалы, которые снижают уровень шума и повышают пожаростойкость. Один из таких материалов использовали в Юникаре. Это специальное покрытие, которое вспенивается при пожаре и может сдерживать горение до 30 минут. Также Евгений показал образец материала, из которого делают напольное покрытие в струнном транспорте. Как утверждает специалист, такой материал весит меньше деревянных аналогов и не подвержен горению. Кроме этого, Евгений представил материал под названием Парабим. Его будут использовать для внешней отделки струнного транспорта. Главные преимущества Парабима – жесткость и легкость. Еще больше подробностей о внутренней и внешней отделке Skyway в новом видео. Ссылка в описании. Вышло видео о работе конструкторского бюро «Компоновка» компании-разработчика Skyway. Сотрудники этого подразделения формируют техническое задание и облик будущего транспортного средства. В новом видео ведущий инженер бюро Денис Барышев рассказал, как проходит разработка транспорта Skyway. Все начинается с требований заказчика. Таким заказчиком может быть подразделение главных конструкторов или автор технологии Skyway Анатолий Юницкий. На следующем этапе к работе приступает бюро «Компоновка». Сотрудники бюро создают первоначальный эскиз будущего транспорта в соответствии с требуемыми характеристиками. Сегодня в бюро разрабатывают Юнибус на 25 мест и грузовой Юникон двух видов – подвесной и навесной. Подробнее о разработке Юниконта рассказал ведущий инженер бюро Евгений Густенев. По его словам, проект Юниконта находится на стадии эскиза и формирования технических требований. Напомним, пассажирский Юнибус на 25 мест и Юниконт планирует представить до конца этого года. Об этом рассказал глава управления подвижного состава Андрей Зайцев. Полное видео о конструкторском бюро «Компоновка» в описании. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!